Всем здравствуйте, это новости Турции. Для тех, кто открыл впервые подобные видео, я поясню. Я живу в Турции, перевожу на русский язык новости, которые здесь в стране происходят из официальных источников. В инфобоксе есть ссылка на телеграм-канал самых свежих новостей из Турции. Подписывайтесь обязательно, там вы всегда будете в курсе событий, что здесь в стране происходит. Это мой личный блог без претензий на профессиональную журналистику, так что давайте приступим. Сегодняшний выпуск у нас будет особенный. Я уделю больше внимания политике, скажем так, даже событию, не которое произошло в Турции, а реакции в турецком следе, как здесь вообще люди реагируют, что здесь происходит в обществе по поводу теракта в Москве в Крокус-Сити-Холле. Первое, я вообще хочу сказать, выразить соболезнование. Это страшная вообще катастрофа, страшнейшая. Мне очень жаль, что кто-то в это мог попасть, пострадать. Или я сочувствую и переживаю людям, кто непосредственно в этом принял какое-то участие. Это просто кошмар, держитесь. Теракты и подобные ситуации в Турции, конечно же, переживаются, скажем так, сердцем. Турки сейчас смотрят новости, отслеживают эту ситуацию. И расскажу сначала, какая реакция, что было, когда произошел теракт. Во-первых, когда он только произошел, уже в 8.30, в 8.40 пятницу по стамбульскому времени, оно же и московское, уже в прямом эфире, мы видели новости. Главные все каналы вышли в прямой эфир с этой новостью. Мы смотрели онлайн до ночи, часов до двух, до трех. Лично я это все наблюдала. Было очень много сразу информации. И они сразу с телеграм-каналов новостных, так как в официальных СМИ практически не было еще информации, передавали все, транслировали с телеграммов из России, переводили на турецкий язык все эти видео, картинки Крокуса, с камер наблюдения, все вообще первое. То есть сразу же, фактически, когда это произошло, первые минуты, мы уже сразу это смотрели в прямом эфире. Конечно же, здесь к этому относятся с болью, потому что теракт – это очень частая история в Турции. Их очень много. Вспоминается сразу то, что здесь происходило. То есть это больная тема для граждан. Они здесь к этому очень сопереживаются, чувствуем относятся. И последующие несколько дней, 3-4 дня, видеозадержаний, подозреваемых террористов, все прочее. Здесь, конечно же, активно муссировались, обсуждалось все это. Это была тема первых трех дней, точно главное, в новостях. Вообще, на следующий день, в субботу, все заголовки газет в Турции были про эту новость. И вообще журналисты опубликовали Мирьет, вроде бы, газета. Это вообще-то был заголовок. Это просто 11 сентября для России в том плане по трагедии, по масштабам и катастрофе, которая произошла по вот этому осознанию, пониманию про масштабность. Да, министр самым первым буквально через, не могу сказать точное время, но через какой-то там час-два, министр иностранных дел Турции, Хакан Фидан, за ним уже президент Эрдоган. Они звонили министру иностранных дел Сергею Лаврову. Фидан, в частности, ему позвонил, осудил теракт в Москве, выразил соболезнования народу и правительству России. И вот президент, потом попозже, официальное заявление было, на следующий день президенту звонила Россия. В общем, не оставили эту ситуацию без какой-либо реакции. Конечно же, без осуждения. Это очень сильно здесь осуждалось в Турции вершинами политическими. А для начала было, что один из преступников прилетел 4 марта из Турции в Москву. В общем, была такая информация изначально, что в округе Стамбула, в провинции Стамбульской, существуют лагери подготовки террористов. И эта информация поступила после вот этих допросов, Москва передала в Анкару. Сейчас эта версия вообще никак не рассматривается и так далее, потому что, в принципе, Турция очень активно ведет работу с террористами, проверку. Как мы можем увидеть, террористических актов в стране стало меньше, чем это было 5-7-10 лет назад. В разы уменьшилось. И всплывает тут теракт, скажем так, состоявшийся, полусостоявшийся. Если вы помните, в начале января та же самая ячейка ИГИЛ, запрещенная террористическая организация, она взяла за это ответственность теракт, который был в Москве. И точно они же пытались совершить теракт в январе в Стамбуле. Если вы помните, было нападение двумя террористами из стран СНГ. Я не буду указывать национальность и принадлежность их паспортов. Кому надо, отмотайте нос. Не хочу, что это розыни какой-то, да, не было, тыкать на кого-то что-то. У этого нет национальности определений, скажем так. Нехорошие люди есть и везде. Так вот, эта же самая ячейка организации брала ответственность за теракт, который был в Стамбуле в январе в начале, когда в церковь забежали два человека, пытались расстрелять. У них заклинило пистолет, там одного убили, человека ранили. Пытались скрыться, их поймали, и вот эта вся история была. Это та же самая ячейка. Вот когда поступила первая информация, что эти люди где-то находились 4 марта, прилетели из Стамбула, здесь уже турецкие правоохранительные органы начали искать, с кем они общались, что делали, по камерам опять же, все вообще восстанавливать, всю хронологию, их передвижение, нахождение стороны, когда они прилетели. То есть просто за два дня выстроился полный маршрут, вплоть до того, в каких квартирах где жили, с кем они общались, куда ходили есть. В соцсети подняли, там у одного была фотография из мечети, где он молился, короче, абсолютно практически пошагово, потому что Стамбул так же, как и Москва, утыкан весь камерами. Через день после теракта турецкие правоохранительные органы сначала они в общей сложности за все эти дни задержали 147 человек в 30 провинциях страны по подозрению в причастности к запрещенному ИГИЛу, короче, да, террористической организации. Это официально заявил министр МВД Турции. Также турецкая газета Art Gerçek, она выяснила некоторые подробности о пребывании одного из этих террористов в Стамбуле, вот о котором изначально, который выкладывал в соцсети фотографии из мечети Фатих, это очень популярное туристическое место, где он там ловился, там кадры были с его едой, где он там что кушал. По информации издания, в феврале этот террорист провел целых 4 ночи в одном из отелей, то есть они даже установили, естественно, сразу, в каком отеле в Шишли он останавливался, затем установили, что он разместился в одном из домов в Башак-Шахире, то есть даже адрес есть. Он вылетел из Стамбула 4 марта через аэропорт азиатской стороны Сабиха-Гекчен, он вылетел в Москву. Также издание написало, что до сих пор было не установлено именно лицо конкретное, с кем он контактировал, у кого он именно прям жил, то есть кто помогал ему что-то, да, с кем он здесь вообще общался. В свою очередь Анкара передала Москве данные о террористах из Крокус-Сити-Холла, об этом сообщало издание Хюриет со ссылкой на источник, и два этих человека уже, два террориста посещали в Турцию, но в отношении них, когда они пересекали границу, никаких предупреждений или осторожностей или подозрений террористических со стороны Москвы, предупреждений не было, поэтому их выпустили 4 числа в Москву, их не задерживали, то есть по поводу их какого-то предупреждения не существовало. И также по данным издания Хюриет, два из четырех участников, они ранее вообще совершали поездку из России в Турцию и обратно в Россию. Якобы они делали выезд на территорию Турции и прибыли из Москвы, чтобы, как сказать, продлить свою регистрацию в России, ну, пересечь границу надо было, да, но в Турции они не получали ни ВНЖ, никаких документов туристических, то есть у них были стандартные, скажем так, безвизовое нахождение в стране, которое есть у всех по правилам, паспорта гражданам какому государству не принадлежат, то есть никаких документов здесь туристических они не оформляли. Конечно же, я не скажу, что я прям заметила, чтобы были усилены меры предосторожности сейчас в обществе у нас по поводу теракта этого большого среди местных населения, то есть у нас здесь всегда вход в торговый центр, ты сдаешь сумку, ее просвечивают и проходишь металлодетектор, то есть у нас вот этих проверок, они есть везде в любых публичных, общественных местах, во всех торговых центрах. Я была недавно, буквально парочку дней назад в аэропорту по делам летала, и я бы не сказала, что были прям при дирке досмотр на паспортном контроле, возможно, потому что если там есть паспорт, ну, короче говоря, усиленных мер охраны лично я по Стамбулу не заметила паники или тревожности у граждан, да, кто вокруг, нет, но базовая паника в плане, блин, и у нас такое может быть, и будем как-то поосторожнее, у людей в дискуссиях, в общении, скажем так, сплетнях, да, оно присутствует, конечно, и очень многие, ну, ушки на макушке и следят за этими новостями, что как происходит. Сейчас мы переходим к новостям внутренним стране, немножко их, да, и в частности мы поговорим о проблемах с турецкими авиалиниями, которые возникли у граждан России, которые летели в Стамбул, использовали для пересадки, и Центральной Азии. Турецкие авиалинии, скажем так, были замечены в течение марта в нескольких не очень приятных изменениях правил, назовем так скандалов, потому что пассажиры были недовольны, они резко якобы поменяли правила транзита здесь, в Стамбуле. Ну, Стамбул это как точка, ну, вообще в Турции, в республике. Давайте начнем с Центральной Азии, потому что как бы был теракт, и эта история прямо в этот же момент вырисовывается. Турецкие авиалинии сейчас не пускают жителей Центральной Азии на авиарейсы в Америку. За буквально последние несколько дней в новостях были десятки заявлений, скажем так, жалоб о том, что жители Центральной Азии им не разрешили на посадку в самолеты, которые в Стамбуле улетали именно направление в Америку, и именно компания Turkish Airlines. Потому что Turkish Airlines ввели новые ограничения для пассажиров, направляющихся, например, в Мексику и ряд каких-то стран Латинской Америки, которые популярные направления для мигрантов, которые хотят попытаться перебраться в Америку, пытаются добраться до США через эти страны. И вот люди, страдающие от этих новых правил ограничений, они рассказывают о том, что у них горят билеты, их не садят на самолеты, они теряют там тысячи долларов, что билеты не дешевые совсем. Какие-то другие расходы там, отели и тому подобное. И большинству из этих граждан не удалось получить компенсацию какую-то от авиакомпании, потому что они приобретали самые дешевые билеты без обмена, например, сгорающие, не подлежащие возврату. То есть люди несут убытки, с этого жалобы все начались. Мы по факту сейчас видим о том, что турецкие авиалинии резко поменяли правила, и люди, которые приобрели билеты до этих правил, например, без багажа, а там теперь правило, чтобы был обязательно багаж, обратный, например, билет и так далее. Все эти правила есть на сайте Турк-Черлайнс, если вам нужно, можете почитать, не будете здесь этому много внимания уделять. И, в общем, люди не могут вернуть свои деньги, и это именно направлено в большей степени на граждан Центральной Азии. Но, в свою очередь, ранее, в начале марта и в конце февраля были заявления от россиян, которые делали подобные транзиты. У них тоже возникли проблемы здесь, в Стамбуле, при пересадке с турецкими именно авиалиниями. Вообще о своих сомнительных нововведениях Турк-Черлайнс начали писать, информировать с начала марта на своем сайте официальном Турк-Черлайнс. У них был такой пункт «Дополнительные правила», по которым, например, человека могут не посадить в самолет, если обратный билет оформлен в другой авиакази. Кроме того, с 1 марта компания запретила агентам выписывать билеты только в одну сторону, то есть билет должен быть еще обязательно и возвратный. Это именно была ситуация с рейсами Стамбул и Мехико, также Канкун, Мехико, Богота, Сан-Паулу, Буэнос-Айрес, вот эти направления. Также агенты-посредники получили соответствующие об этом уведомления, но люди некоторые приобретали билеты и до этого, соответственно, с мартовских первых дней они уже на эти самолеты, рейсы не попадали. Также в сообщении говорилось, что выписывать билеты теперь можно только туда и обратно, и только Турк-Черлайнс, оформлять транзитные билеты в один конец, тоже невозможно, или билеты без чемодана, только там, например, с ручной кладью. При этом введенные ограничения, они не зависят от гражданства пассажира, это указано в правилах, то есть это прописано в пункт, даже сразу написали пункт пятый. Но, однако, на деле было такое ощущение, что вот с этими проблемами, которые возникли с ними, сталкиваются в большей степени только граждане России. Так вот, например, на рейс Стамбул-Сан-Паулу, который был 6 марта, не пустили больше 10 человек. А перед этим еще всех их обладателей российского, скажем так, паспорта и гражданства собрали эти паспорта в, скажем так, отдельную очередь, устроили им какую-то дополнительную проверку. Я знаю, что видела в новостях, пострадавшие собирали коллективный иск против Турк-Черлайнс, потому что эти правила внезапно ввели, то есть люди не могли знать о них, когда приобретали билет в один конец или без багажа. Сейчас будет новость внутренняя в Стамбуле, в районе Сен-Юрт, он очень часто бывает в новостных сводках, поймали мужчину по камерам наблюдения, то есть сотрудники в супермаркете продуктовом увидели это на камерах, то есть охранник, который сидит в каморочке, за этим всем наблюдает. И на кассе человека задержали и засняли уже видео на мобильный телефон, задержали магазинного вора. Это был мужчина средних лет, но удивляла, во-первых, наглость, как он это делал на видео, во-вторых, у него насчитали больше 10 головок сыра, они там где-то по 500-400 грамм минимум и больше, там есть такие большие по 700 грамм, так и другие продукты питания. Он просто подошел и из, скажем так, холодильника открыл его и просто запихивал все себе за пазуху, на нем была куртка и свитер, и просто в свитер туда себе, как будто бы у него живот, то есть вообще, естественно, не пытался прикрыться и так далее. Просто пытался выйти из магазина, я не знаю, что он надеялся, рассчитывал. Вопиющий, конечно же, случай, все, конечно же, в соцсетях это очень обсуждали, возмущались, такой объем питания, то есть люди чем возмущались, то есть если бы он был голодный, он бы что-то одно украл как-то поменьше, явно это было с целью какой-то перепродажи или еще что-то. Тут экономический вопрос, и вопрос, конечно, совести возникает, до чего доведем человека, с другой стороны, такими масштабами, если ты голоден, тоже воровать как бы не будут, тебе нужна еда, и в принципе, сейчас в период Рамадана существуют пункты обездоленным, помощи, питание горячего, когда он с вечерней фтар происходит, очень много пунктов в крупных городах, когда люди могут бесплатно прийти поесть, поужинать. Это не касается только там прям бедных людей или неимущих, но это рассчитано больше на них, но за этой помощью или там за ложкой супа может прийти любой человек, который в данный момент голоден, ну, это вообще история как бы и культурная, и религиозная, и так далее. В общем, эту историю с воровством подобным, назовем так, хамским, обсуждали очень сильно активно в соцсетях. Можете написать, что вы думаете по этому поводу, как вы к такому относитесь. Последние несколько дней активизировалось обсуждение, проблемы вообще в Бельгии, вспыхнули беспорядки между представителями ПКК и турками, которые там живут. То есть там было даже заявление у турок в соцсетях, что сторонники террористической организации, у нас с ними проблема, но не с самими курдами, мы к ним не имеем никаких претензий. Полиция, в свою очередь, применяла водометы для разгона этих схваток. Ночью поджигали здания, принадлежащие туркам, то есть вот ПКК, да, курдская, в Турции считающаяся запрещенная организация, представители этой партии, не как народ и прям все курды, вот чтобы вы понимали, здесь не про вот эту историю, а прямо конкретно про ПКК. И что делали? В общем, это были побои, драки массовые, сжигали машины, бизнес, кафе, магазины, там, кебабные, всякое такое прочее в Бельгии, что держат турки. Такая внутренняя межусобная борьба, война идет, они как стенка на стенку, массовые различные драки, то, что даже полицейским бельгийским пришлось применять водометы, арестовывать людей, чтобы их разогнать, потому что там бой не просто на видео, не на жизнь, а на насмерть. И это длится вот в последние несколько дней с выходных, вот по сути до сих пор, даже вчера, вот прошедшей ночью, были опять видеокадры, опять с новых потасовок вся эта история никак утихнуть, скажем так, успокоиться не может. Так как вы всегда меня просите добавлять каких-то позитивных, хороших новостей, чтобы в жизни казалось очень тяжелый и безысходный какой-то, да, мрак, то новость хорошая. Из разряда уголок домашних животных, да, позитивная новость. В Турции была заснята на кармеру желтопятнистая саламандра, она известна, ее еще название как анатолийская саламандра, то есть это редкое животное, оно находится под угрозой исчезновения, их практически не осталось, ее нашли, засняли на видео, туристы в районе Сосон в Батмане. В чем здесь позитив? Ну то, что это крайне редкое животное, надежда на то, что этот вид не вымрет, немножко чего-то позитивного и доброго. Также сейчас на повестке дня, конечно же, это предвыборная гонка, осталось до нее буквально несколько дней, 31 марта, воскресенье, все пойдут голосовать на муниципальных выборов, выбирать своих мэров, либо глав муниципалитетов внутренних, махале своих, районов своих и мэров. То есть в списке очень большие избирателей, для избирателей, да, кандидатов. И Метрополь дал нам статистику за вот 4 дня до выборов. По этим данным Метрополь на про Имамаулу вопрос задавался, Имамаулу или Эрдоган в Стамбуле лидировал Имамаулу, это действующий демократический мэр города, и именно не Эрдоган, а Курум. Имамаулу в ответах взял 40,8%, у Эрдогана было 38,6%. При этом 6% не решились вообще отвечать на вопросы, и 6% просто сказали, они еще не знают, ничего не решили, не определились с выбором. Почему вообще такая формулировка Имамаулу и Эрдоган, или Эрдоган и не Курум? Курум это представитель акпартии от Эрдогана, который его пиарит, скажем так, продвигает в мэры Стамбула. Но люди ему доверяют меньше. То есть в акпартии все равно главное лицо это президент. Ему как представителю партии доверяют больше. Поэтому на его фоне, если мы берем вес Эрдогана и Курум, как бы выигрывает, естественно, Эрдоган. И тогда уже начали задавать социальные вопросы, статистические, социологию смотреть. Противопоставление, что Курум точно проигрывает. Соответственно, они взяли просто Эрдоган как лицо партии, да, главное. Потому что все равно власть как бы это олицетворение, да, икона. И Имамулу. И вот в этом за 4 дня до выборов в споре побеждает ненамного, конечно, процентов. Ну, как стандартно эти 50 на 50 держатся. Якобы побеждает Имамулу. Посмотрим, какой выбор будет в выходные, в воскресенье. Я думаю, что я запишу специальный выпуск в понедельник после выборов на следующий день с аналитикой ситуации. На участках избирательных, потому что у нас всегда какие-то эксцессы происходят. Очень много избирателей используют этот момент славы, потому что камеры все записывают, приходят в различных костюмах с какими-то идеями, протестами, высказывают, короче, свою позицию. Этого, я думаю, будет много. Так что подписывайтесь на телеграм-канал, в инфобоксе ссылка на свежие новости из Турции. Там в прямом эфире, можно сказать, самые свежие новости будут по выборам обязательно на воскресенье, что как происходит, какие новости. Если мы сейчас заканчиваем выпуск новостей и немножко подведу итоги по предвыборной кампании, все продолжается, как и было раньше. Например, в предстоящее, прошедшее воскресенье был большой митинг, а к партии Эрдоган выступал перед избирателями, про муниципальные выборы представлял Курума. Большой, огромный правительственный митинг был. Я вам расскажу, как оно в СМИ, скажем так, ну независимые где-то, да, какая общая реакция на него была. Со стороны правящей партии показывают, с коптера снята прекрасная огромная площадь, много людей, флажки, играет музыка, президент выступает, все ликуют, ва, ура. Тут же, ну как бы все, огромный масштабный митинг собрали, мы точно победим, да, люди за нас, видите, мы массой берем масштабы. Спустя несколько часов выпускает оппозиция ДжХП видео о том, как прилетает коптер, который снимает толпу, а они из толпы снимают, о том, как прилетел коптер, и уже люди, дожидаясь окончания речи президента выступления, начинают расходиться. То есть они здесь были собраны якобы, как бы их заявление ДжХП для массовки, вот видите, не такая уж и настоящая поддержка и так далее. Ну такая политическая борьба сейчас идет. Спасибо вам большое всем за внимание. Что уделили внимание этому видео. Будем следить дальше за новостями, как появятся острые факты, какие-то новые объяснения, обязательно вам что-то сниму. Следующее планируемое наше включение уже будет после выборов муниципальных в Турции. Это пообсудим, поразговариваем. Напомню, что в инфобоксе ссылка на телеграм свежих новостей из Турции. Подписывайтесь обязательно, оставляйте свои комментарии по теме, которые вы услышали в этом видео сегодня. До новых с вами встреч, скоро увидимся, всем пока.